ребята всем привет сегодня мы будем готовить на моем то что мы еще ни разу не готовили на моем канале вообще никогда а именно это будет лобби лобио парачинский быстренько подготовим свинину 4 5 6 проколов вот так в дырке шпигуем чесноком с черным перцем свинину таким образом засуну засовываем так чтобы это было чтобы она не вываливалась вот так посолю сверху соли достаточно обильно везде просаливаю готова и 2 точно также шкуру не снимаю я здесь шкуру снимать не нужно можете вообще не делать чеснока ну то есть я сейчас это шпигую это на самом деле врачи так не делают это факультатив это я просто придумал я добавляю это добавление от меня но это то добавление которое ну точно не испортит рецепт никогда в жизни то есть чеснок черным перцем свинину испортить не может соответственно я себе позволяю эту вольность хотя ротинцы грузины особенно ротинцы могут меня сейчас обругать как следует в комментариях имеют полное право пересмотрите что важно я буду показывать это все буду делать одним днем да за два-три часа буквально но вы можете вот это дело вот так засолив и вот нашпиговав можете убрать на какое-то время в холодильник пусть маринуется до оберните в пленку чтобы воздуха не было уберите в холодильник на несколько часов на день на сутки можете убрать вот так пусть путь просолится под маринуется будет не хуже только лучше у меня на это сейчас времени нету потому что я вам рецепт показываю мы снимаем поэтому я буду показывать как будто бы я это уже под мариновал вот так как раз и тандыр готов ребята это фасоль фасоль я вымачивал всю ночь фасоль надо вымачивать вот это я вымачивал всю ночь это дело я сейчас накрываю крышкой что здесь важно когда вскипит булькнет надо менять воду следите за этим важно прошло минут 7-10 вода вскипела у нас и первую воду как я уже говорил скипевшего мы сейчас будем менять и свежий кипяток заливаем вот и сейчас вот уже на втором кипятке мы варим лобио ну примерно знаете как как картошку до такой мягкости собственно говоря почему блюдо называется лобио лобио по-грузински это фасоль что я сделал сдвинул всю такую активную огневую часть нашего тандыра дна тандыра сюда и здесь у меня она работает на сковороду чтоб сковорода кипела с лобио а там у меня только угли огня нет и туда мы сейчас завесим угадайте что ни за что не угадайте вот смотрите мясо заплакала видите образовалась слеза сопля это значит что соль растворилась впиталась это очень хорошо самое время продолжить нашу готовку погнали а я тем временем все еще не пил не пил вот столько дней не курю столько же кстати говоря вот так что ребята аскеза моя продолжается честно говоря не так-то это сложно оказалось не пить и не так-то это скучно вот что важно заметить да очень важно заметить не так уж это и скучно потому что я раньше думал что совсем не пить это ну максимально скучно пока хочу да нет вообще-то сам для себя определяешь щипы тут как раз достаточно если чё подсыпем мясо пора доставать смотри как красиво так вешаем коптилку друзья так чтобы между кусками мяса было расстояние это важно вот ведь у этих коптилок hobby smoke есть специальный такой щуп можно вставить и контролировать температуру мяса это очень удобно герметично закрываем это тоже важно и включаемся пуск чистый космолет поскольку мы сейчас будем делать горячее копчение то у нас первая труба закрыта вторая труба полностью я открою но чуть-чуть на три четверти открою вот так компрессор у нас включился автоматически нам осталось только поджечь щипу я вот сверху дым пошел значит все в ажуре ребята посмотрите как классно устроен этот космолет от компании hobby smoke он же коптилка значит смотрите вот она коптилка к ней сразу там подключен компрессор мне ничего не надо делать на только включить все клавиши в том числе и кал клавишу включения компрессора поджечь щипу открыть трубу все дым из дымогенератора пошел в камеру теплый горячий дым из дымогенератора яблочный пошел в камеру здесь сейчас полно дыма и здесь он выходит сверху вот отсюда из этой трубы то есть наше мясо сейчас проходит по проходит обработку которая называется горячее копчение мясо коптится по горячему смотрите какой густой и очень ароматный дым в этом дыму бог просто тут просто на него посмотреть одно удовольствие в этом дыму наше мясо приготовиться так что очень будет вкусно еще в целом блюдо будет честно говоря в этом тандыре и вообще в этой беседке я лобби никогда не готовил и вообще никогда не готовил поэтому сейчас мы делаем в первый раз очень интересно а вообще-то в целом товарищи я очень и очень доволен коптилкой хобби смог потому что во первых она многофункциональная она может жарить парить варить холодное копчение горячее копчение соленья сушение она может просто все второе она очень надежная третье она очень вместительны четвертое она просто круто выглядит вы поставите в беседку и смотрите сразу угол как круто заиграл сразу как-то ну вот вот хорошо просто и все вот и пятое она для своего качества и для своей функциональности стоит очень и очень адекватных денег чтобы узнать сколько она стоит и заказать ее вы можете перейти по ссылке которую я оставлю в описании как в описании к этому ролику вам по запросу пришлют все прайсы все предложения а также по промокоду готовим на юморе вас ждут скидка и подарки что касается доставки то я уже и рассказывал и показывал доставка у ребят очень хорошая доставляют в обрешетке обязательно то есть все в целости сохранности и благодаря вот этим колесам которые вы видите внизу это опять же очень удобно то есть я ее просто с обрешетки снял и закатил туда куда мне нужно то есть не надо было вызывать 50 человек чтобы ее поднимать куда-то тащить и так далее колеса эти это просто класс то есть перекатил прелестно да это что она вместительна это тоже большой кайф что вы можете сразу сделать много колбасы сразу много рыбы рыба у нас еще впереди кстати с вами в одном из следующих видосов я покажу как я в этой красавице копчу рыбу так что hobby smoke ребята forever это ровно то продукция рекламировать которую и не стыдно и даже приятно душа моя чиста а совесть спокойно ой да вроде готова так щипа заканчивается подсыплю немного так зелени мне требуется дорогие мои друзья много говорят чем больше зелени в lobby удашь тем больше это к деньгам так риган немножко уже подубитый от холода видите он но но аромат у него все равно шикарный поэтому я его тоже дам немного укропа немного ароматного сельдерея тоже дадим сейчас мы делаем еще один важнейший ингредиент в лобе это лук лук как и во многих других грузинских блюдах это очень важная вещь поэтому лука мы не жалеем здесь у меня 6 таких среднеразмерных хороших луковиц и этого хватит я думаю ну все запахи уже во всю лобе сварился перекладываем в кастрюлю вот и теперь мы просто берем обычную пюре-довилку и продавливаем лобе в такую полу кашу не совсем в кашу вот а дальше уже вы смотрите как вам больше нравится если вам нравится максимально мелко делайте мельче крупнее я вот люблю вот так вот я считаю что вот так вот идеально я мельче не буду рубить больше и так снова огонь снова тандыр снова сковородка промежуточное вскрытие прямо со шкуркой ребята это надо отрезать прямо со шкурой кость я вот так отрезаю кости разделяю между кости разделяю между собой и их тоже оставляю обязательно никуда не выбрасываем кость теперь самое главное за мной немного масла сюда на сковородку отправляем сюда постольку поскольку у нас здесь уже все и поджарено и подкоп и подкоптили и все то долго вот это вот здесь сейчас мне жарить не нужно сейчас друзья мои в принципе мясо у нас уже готово и мне уже сильно его больше дальше коптить не нужно поэтому я отключаю нагрев отключаю компрессор и открываю первую трубу ставлю проветривание мне надо теперь чтобы это все дело проветрилось да то есть суть в том чтобы мясо проветрилось и отдохнула чтобы не сразу из дыма доставать и в рот да а чтобы она отдохнула и так сказать дошло на уже спокойном режиме жарим это все до хорошей золотистости лука так еще немного чеснока ребят но чеснок опять же здесь смотрите в лобио конечно чеснок нужен я его сделаю но я его делаю немного я вы знаете все прекрасно что я небольшой то есть я люблю чеснок но борщить с ним в блюде ни в одном я не советую а вы как хотите вот смотрите когда лук стал такой уже прозрачный и золотистый то самое время сюда нам дать специи все необходимые уцхо сунели это идет на всю кастрюлю поэтому специи надо так обильно уцхо ароматные травы конечно же соль ребят и вкуснейшая домашняя аджика две ложки полный сейчас специи раскроют свой запах аромат аджика такая получается красота две-три минуты о ни в коем случае не подгони не подожгите лук и не подожгите аджику да то есть за огнем следите контролируйте его и вот примерно примерно вот в такой золотистой фазе когда находится ваша поджарка вот она видите берем лобио и сюда вместе это должно у нас побулькать вот сейчас мы отправляем сюда чеснок зелени как я уже говорил изрядно весьма и весьма изрядно огонь уже можно сейчас опустить сейчас мы так и сделаем это будет лобио так лобио так огонь я убавил то она сейчас не сильно кипит не сильно булькает то есть подгорелась нам не нужна здесь и важно еще сейчас когда у нас все вместе перемешано попробовать на соль и на специи соли мне маловато я добавлю соль я добавлю соль и я добавлю аджику еще одну ложку перемешаю вот этой чистой ложкой не той который во рту было теперь просто идеально мясо идеального цвета получилось вот к подаче положим чеснок один зуб нарезанный вот так помидор лук чеснок ветчина сыр и обязательно ребят соленый огурец со слезой домашний вкусный компот вот ребят это лобби прошу вас любите жаловать так осторожно чтобы не накапать мимо вот так ну и конечно лепешка грудинка грудинка тает во рту соли в миру шкура в грудинке в этом блюде это самое вкусное ребята ни в коем случае в лобби не снимайте шкуру с грудинки не надо правильно приготовленный лобби это просто чистый кайф чистейшее наслаждение казалось бы простая деревенская еда а вкуснее не придумаешь просто продегустирую еще под занавес кусок грудинки вот этой отдельно уже с чесноком как раз у меня кусочек хлеба остался вот она вот так вот такая со своим же чесноком очень интересно чеснок похрустывает черный перец соль копченый привкус аромат честное слово ребят я бы сейчас еще раз повторил то же самое с удовольствием я обычно в конце видео всегда даю критику какую-то у меня здесь к данному варианту блюда критики просто нет у меня лично нет для меня идеальная остроты и соли зелени лоббио сварилась идеально копченость в свинине идеальная консистенция лоббио получилась идеальная мне лично для меня вот этот лоббио это правильно приготовленный лоббио очень вкусный и мне придраться не к чему даже при всем желании кто-то может придерется ну и дай бог здоровья друзья мои кстати за ваше здоровье вот этот вот чудесный домашний вкусный полезный компот я хочу выпить я хочу выпить за ваше здоровье лето прошло пришла прекрасная золотая мягкая осень ну что ж была осень было лето стала осень потом снова будет лето за это и выпьем и за ваше здоровье и за грузинскую кухню и за рачо друзья мои рача любовь моя всем пока до новых встреч ааааа пятерка сегодня дядя гил ну все пока Продолжение следует...